Алексей Бобринский Эрмиты. Петербургская сказка. Глава первая. Выстрел. Белая ночь растворилась в Неве. Июньское утро заблестело золотом куполов и шпилей, расплескалось фонтанами, зашелестело зеленью парков. Теплый ветерок разогнал заспанные облака. А воробьи весело зачирикали, машины заполнили набережные проспекты. И ничего удивительного, наверное, не произошло бы. И никакая сказка бы не началась, если бы... Петропавловская крепость дала залп по Эрмитажу. Нет, это был необычный полуденный выстрел, по которому горожане сверяют часы. Случилось это на 13 минут раньше. Из пушки вылетело настоящее чугунное ядро. Вот так штука. Из пушки по музею. Кому же такое могло прийти в голову? Не найдете вы шутника, сколько бы ни искали. Может быть, свежий ветерок обманул старую пушку и пригрезилось ей на секунду, будто еность вернулась, и бой, и корабли неприятели вокруг. Пальнула она с просонья, а когда дым рассеялся, оказалось, что нет никакой баталии. Только катер с туристами мирно идет по Неве, да чугунный снаряд со свистом удаляется в сторону Эрмитажа. «Ух, ничего себе!» – подумало ядро, вырвавшись из пушки. «В мои-то годы! Вот так вот по небу лететь!» «Караул!» – закричала ворона Карла, шарахаясь в сторону. «Что же это за пророказы такие?» Но ядро было уже далеко. «Еще зашибу кого-нибудь в мирное время. Куда же мы умеетели?» – гадало ядро. «Уже середина Невы. Сопротивляться встречному ветру все сложнее, а времени для раздумий все меньше. Надо бы в форточку!» – решило ядро. «Звяк!» Рогучий старик Нептун со здания биржи проводил снаряд каменным взглядом и нахмурился. Эх, неспроста это! Добра не ждем! А в это время Семен Пантельмонович, старший хранитель пушек Петропавловской крепости, как обычно собирался идти заряжать орудие для полуденного залпа. Услышав выстрел, он стремглав выскочил из своей коморки. «А, что? Кто стрелял? Что случилось?» Но около дежурной пушки никого не было. Да и вообще не было похоже, чтобы из нее только что стреляли. «Может, показалось?» – подумал Пантельмонович. «Хотя нет. В воздухе явно пахло пороховым дымом». Старый артиллерист засеменил по лестнице на бастион осматривать орудие. Так и есть. Из дула старинной мортиры, дослужившей до наших дней со времен Петра Великого, струился легкий дымок. Пантельмонович не верил своим глазам. Кто же мог засыпать в древнее орудие порох, запалить фитиль и выстрелить? Тут он вспомнил, что в стволе мортиры когда-то давным-давно застряло ядро. Старик осторожно заглянул туда. «Батюшки мои! А ведь и правда пальнуло!» Ядра в стволе не было. «И куда же оно могло улететь?» – задумался Пантельмонович. «В него, что ли, плюхнулось?» «Да нет, мортира далеко бьет. До другого берега достанет, пожалуй». Старик снял фуражку и почесал затылок. «Чего же делать теперь? По всем описям ядро у меня есть, а придут проверять, и нет его. Куда, скажут, Семен Пантельмонович? Ты старинное ядро делал?» «Нет, ядрышка надо найти». У деда Семена за 70 лет службы ничего не пропало. Хорошо, если до того берега снаряд долетел. Мортира ведь на другой берег не выглядит. Там моя ядрышка, стало быть, упала. Пантельмонович надел фуражку, подтянул поезд, да и направился к лестнице. «Так-так-так!» – насупилась ворона Карла, присевшая на крышу нарышки на бастиона. «А из своей пушки ровно в 12 Пантельмонович выстрелить-то забыл?» Непорядок. Сейчас дух переведу и за ним. Но в утренней городской суете кажется, никто и не заметил этого странного происшествия. Так же, как не заметил, что на другом берегу Невы конь под медным всадником вздрогнул от выстрела и пошатнулся. Не ожидал его раньше времени услышать. Именно в этот момент змей под ее копытами вдруг напрягся, завелся тугими кольцами, заскрежетав металлической чешуей погром камня. Он выскользнул из декового заточения и тут же скрылся в траве. На безоблачном июньском небе вдруг непонятно откуда появилась темная туча. Распахнув форточку, на втором этаже ядро упало на дворцовой парке Термитажа и покатилась. Ловко огибая ноги посетителей, лавируя между изящными стульями и креслами, ядро катилась из зала в зал. Вот и знала, куда направляется. В конце концов, она оказалась в итальянском просвете, где в это время в ожидании своих друзей скучал мальчик Федя. И зачем я сюда пришел? Собирались в рыцарский зал вместе сходить, в настоящую живую мумию посмотреть, а они потерялись где-то. Друзья называются. «Ой, что это еще такое?» Федя уставился на черный шар, что внезапно вкатился в зал и теперь метил прямехонько к нему под ноги. Мальчику вряд ли удалось бы увернуться, но в последнюю секунду случилось нечто странное. Шар остановился, поднялся над полом, повисело мгновение в воздухе, после чего тяжело бухнулся на паркет и устремился в другую сторону. «Ничего себе, Боулинг!» воскликнул Федя и, поколебавшись секунду, побежал за шаром. Одогнав его с изумления, он услышал, что этот чугунный мячик еще и разговаривает. «Пойдем-ка покажем деду!» разобрал Федя тонкий, как будто детский голос. «Что же это за штука такая? Может, кто из туристов забыл?» отвечал ему другой голосок. «Ну нет, это не шар, — разговаривал. Тогда кто же? Рядом никого не было». Федя стало еще любопытнее. Тем временем в стене зала открылась неприметная дверца, и шар, легко перепрыгнув через порог, вкатился в открывшийся за дверью проем. Федя, ни секунды не сомневаясь, устремился вслед за шаром и странными голосами. Ему пришлось даже встать на четвереньке, чтобы протиснуться в низкий дверной проем. А за дверцей он увидел нечто такое...